Что касается поэтапной оплаты, это тот механизм, который мы употребляем. Как говорилось ранее, что юристы бывают разные, кто-то действует не у интересов клиента, я думаю, это не юристы, это уже по-другому называется. Но поэтапная оплата – это один из механизмов рычагов по безопасности и по исключению каких-то неприятных ситуаций, в первую очередь, для клиента. При покупке недвижимости на Кипре на проектной стадии или процессе строительства, ваш юрист составит договор купли-продажи между покупателем и продавцом для защиты ваших прав на протяжении всего процесса, от возвездения до сдачи в эксплуатацию и передачи жилья вам. Продавец не обязательно является собственником земельного участка, на котором ведется строительство, это частая практика. И в этом случае обязанностью юриста становится проверка наличия необходимой документации, регламентирующей все аспекты прав на землю. Для ясности на Кипре довольно распространенной является ситуация, когда земля передается по наследству на протяжении многих поколений. Поэтапная оплата происходит следующим образом. Первый внос в размере 30% или 20% примерно оплачивается в течение одного месяца после подписания договора купли-продажи. Второе, это оплата следующих 20% производится по завершении возведения каркаса здания. И при условии выдачи акта инженера, подтверждающего завершение текущей стадии строительства и так далее, мы производим перевод средств продавцу только по получению акта с положительным заключением. И инженер является нейтральной стороной, это независимый эксперт. Третий шаг, это следующие 20%. Эта оплата производится по завершении кирпичных и штукатурных работ. Четвертое, это еще следующие 20%, это по завершению плиточных работ. И пятое, оставшиеся 10%, производится по факту завершения строительства и передачи объекта владельцу. Есть еще такая маленькая тонкость, я лично с ней сталкивался, когда мы предупредили клиента нашего российского, в этом случае было, почему не должны они подписывать, что они приняли жилье, почему они не должны брать ключи, хотя они практически уже заплатили более 1,2 млн евро, осталось 100 тысяч заплатить. Потому что, когда они берут ключ, когда они подписывают, что они приняли жилье, они уже не могут ничего потребовать от застройщика. Они уже свободны, застройщик может сказать, до свидания, мы свой условие выполнили. Но так как мы предупредили, владелец заставляет менять плитку, на которую пыль, на которой ручки, краска чуть попала и так далее. То есть, приводить жилье, которое стоит практически 1,5 млн, в состояние, которое они хотят его увидеть, и они заслуживают это, потому что они платят серьезные деньги. Понятие завершения передачи подразумевает окончание всех строительных работ, уборку помещений, подключение к электроснабжению и подключение к водоснабжению. Эти аспекты, что касается воды и электроэнергии, очень удобные. Есть такая услуга, мы тоже ее предоставляем. Относим документы с личным номером данной недвижимости, и с вашего счета банковского просто перечисляется ежемесячно, каждые два месяца ежеквартирная определенная небольшая сумма. Чтобы владельцы могли пользоваться всеми функциями преимущества недвижимости без помех. По завершении каждого этапа застройщик выдает соответствующую квитанцию, подтверждающую получение платежа. По факту осуществления последнего платежа и проверки вашего дома или квартиры с представителя продавца, по результатам которых будет установлено, что объект был завершен, к полному удовлетворению покупателя. Итак, вкратце хотел бы рассказать о важной части. Это получение ипотечного кредита на Кипре. Ну, чтобы получить кредит от банка на Кипре, нужно пройти такую же процедуру, как и везде. Всего лишь нужно доказать банку, что деньги вам не нужны, они у вас есть. Вот и все дела. После того, как вы нашли дом своей мечты, необходимо решить вопрос о финансировании, естественно. Получение ипотечного кредита в другой стране может стать довольно сложной задачей. Однако, на самом деле, порядок получения кредитования и оформления ипотечного залога на недвижимость достаточно прост и может обеспечить дополнительные преимущества в будущем. Все кипрские банки в состоянии предоставить кредитование иностранным гражданам для покупки недвижимости и довольно охотно это делают в соответствии с нашей практикой. Для получения ипотечного кредита необходимо подать заявку в один из местных банков. Как правило, мы рекомендуем обращаться в банк, который финансирует строительство того объекта, который вы покупаете. Конечно, можно и другие варианты, но независимо от того банка, который вы выберете, условия в общем и целом одинаковые, так как эта область деятельности строго регулируется Центральным банком Кипра.